Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Незадолго до начала полномасштабной войны с Украиной нас поразило выступление Сергея Нарышкина на Совете Безопасности. Трясущийся глава внешней разведки под давлением Путина ненароком проговорился. Тремя часами позже по телевизору транслируют обращение президента, где он заявляет о признании независимости ЛДНР и требует от Украины незамедлительно прекратить боевые действия. Вот только боевые действия начнет вовсе не Украина. В этом видео мы воссоздали события кануна и первого дня полномасштабного вторжения России в Украину. С материалами нам помог проект «Минута в минуту». В Телеграме и Твиттере этого проекта уже два десятка таких реконструкций. Среди восстановленных поминутно событий есть, например, путь ШГКЧП и захват школы в Беслане. Это интересный проект, рекомендую подписаться, я его сам читаю. Ссылка будет в описании. А сегодня мы вспомним те несколько дней, за которые все изменилось. Началось все раньше, за 20 минут до Совбеза. Тогда бывший функционер МММ, а теперь назначенный глава ДНР Денис Пушилин, попросил Владимира Путина признать независимость самопровозглашенной ДНР. От имени всего народа ДНР просим вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое, социальное государство. Того же самого независимости просят и глава ЛНР Леонид Пасечник. Прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской Народной Республики. Оба они, и Пушилин, и Пасечник, не просят ввести войска и вписать территории так называемых Народных Республик в Российскую Конституцию. Они просят о признании суверенитета. Пушилин объясняет, не допустить жертв среди мирных граждан, разрушения инфраструктуры и жилого фонда можно будет только так. И через 20 минут на российских каналах начинают крутить то самое заранее записанное заседание Совбеза. Первым слово берет Путин. Он заявляет, что задача номер один – обеспечить стойкое благополучное развитие страны в мирных условиях. И тут же начинает объяснять, почему Украина не может вступить в НАТО. Оказывается, все дело в аннексированном Крыме. Если Россия столкнется с такой угрозой, как принятие Украины в Североатлантический альянс, в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут. Но поскольку никто не признает волеизъявления крымчан и севастопольцев, Украина настаивает на том, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоевывать эту, как они считают, свою территорию. Путин дает слово Лаврову, который заявляет, что госсекретарь Энтони Блинкен согласился на встречу 24 февраля. Мне потом позвонил Энтони Блинкен, государственный секретарь, через пару дней сказал, что он ознакомился с нашим документом и готов встречаться, чтобы его обсуждать, и американскую реакцию изложить, и задать какие-то, возможно, дополнительные вопросы. Кажется, Путин этим не очень доволен. Другое дело, российский переговорщик с Украиной Дмитрий Казак. По его мнению, у переговоров нет никаких перспектив. Казак спрашивает, мол, как там с вопросом присоединения Донбасса? Присоединять или нет? И как это может влиять на переговоры с Западом? Спасибо. И, Владимир, если здесь или потом, я хотел просто ответить на вопрос по поводу присоединять, не присоединять Донбасса. Что делать с этим дальше? Как использовать в переговорах с Западом? Потому что это такая очень серьезная проблема. Ну, и что? Путин буквально облизывается и с хитрой ухмылкой предлагает Казаку остановиться на признании суверенитета. Ведь в нынешней ситуации договориться невозможно. Путин дает слово Дмитрию Медведеву. Именно во время его короткого президентства произошла война с Грузией. Вот приблизительно в таком ключе события развивались в восьмом-девятом году. Сами пришли. И сами предложили восстановить отношения. Во всех отнаправлениях. Потому что, скажем прямо, Россия для мирового сообщества, для наших друзей в Соединенных Штатах Америки, в Европейском Союзе, значит на порядок больше, чем Украина. И вообще, на Донбассе гражданами России стали уже 800 тысяч человек. И их надо защитить. Он, мол, США чуть что проводят спецоперации. После Медведева выступает Валентина Матвиен. Она возмущена поставками западных вооружений в Украину. Ей, видимо, еще не показали будущую методичку по деноцификации. И она задается вопросом. А они думают, что там завтра могут прийти к власти националисты-бандеровцы, люди, которых именно по-другому назвать трудно, и воспользуются этим вооружением. Это что, добавит стабильности в Европе? Это что, путь к мирному и стабильному развитию ситуации в Европе? Заседание выставляют как прямой эфир, но выступление генпрокурора Игоря Краснова вырезано. Почему? Мы не скоро узнаем, потому что камера видеонаблюдения в зале замотана черным пакетом. В трибуне выходит известный нам Сергей Нарышкин. Он заявляет, идея нападения России на Украину родилась в недрах Госдепа США и раскручена до такой степени, что напоминает пропаганду войны. Нарышкин предлагает дать западным партнерам еще один шанс. Согласился бы с предложением Николая Платоныча о том, что нашим, так сказать, западным партнерам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. Именно тогда Путин начинает на него давить. Тогда все, казалось, окончательно поняли, что от них требуется. Признание ЛДНР поддерживают министр обороны Сергей Шойгу, глава Росгвардии Виктор Золотов. Нам нужно идти дальше для того, чтобы защищать свою сторону. Я все сказал. Спасибо. Заседание заканчивается. В новостях мелькает репортаж Forbes реакцией беженцев из ЛДНР на возможное признание. Одна из женщин, хоть и радуется, говорит, что как с Крымом не надо, а надо, чтобы не было больше войны. По телевизору начинают транслировать обращения Путина. Она длится почти час. За это время Путин успевает рассказать придуманную им историю создания Украины Владимиром Лениным. Вспомнить, что Горбачеву якобы обещали, что НАТО не будет продвигаться на восток. Посчитать подлетное время натовских ракет и сравнить эти несколько минут с ножом, приставленным к горлу. Успевает посетовать, что якобы в Украине притесняют русский язык и вообще... У многих людей просто нет денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги. Им приходится буквально выживать. Почему президенты России волнуют упавшие доходы граждан, проблемы в промышленности и отсутствие независимых судов в соседней стране, а не в стране, где он управляет больше 20 лет, на этот вопрос ответа не дает ни Путин, ни Совет Безопасности. Путин объявляет о признании независимости ЛДНР и требует от Украины незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае, заявляет Путин, вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Объявляя о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны. Кремль публикует договоры с ДНР и ЛНР. В каких границах их признали, остается загадкой. Меньше чем через два часа администрация президента США приказывает сотрудникам посольства в Украине эвакуироваться из Львова в Польшу. Один из чиновников объясняет журналистам, что российские военные могут не проводить различий между военными и гражданскими целями. Примерно в это же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон информирует Владимира Зеленского. Вторжение в Украину может начаться в ближайшие дни или даже часы. В Госдуме готовятся ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР. Но согласия в том, где проходят границы народных республик, нет. Глава Комитета Госдумы по делам СНГ буквально говорит о соглашении между странами в тех границах, в которых они себя ощущают. Зам. предкомитета Госдумы по международным делам Светлана Журова поддакивает. По ее словам, никто не собирается идти дальше. Не согласна с российскими депутатами представителей самих республик. Представитель ЛНР Родион Мирошник заявляет, что границы проходят по административным границам Луганской и Донецкой областей. Другой представитель республики Дмитрий Хорошилов призывает Украину добровольно отвезти войска, иначе будут приняты меры. После ратификации договоров к журналистам выходит Вячеслав Володин. Он говорит, что сейчас договоры эти фактически остановили войну, предотвратили гуманитарную катастрофу. Вы вдумайтесь, что могло произойти, если бы не было решения о признании. Россия сделала все для спасения миллионов жизней людей, и для того, чтобы не развернулась война, которая уже не пощадила бы никого. Знает ли он о планах вторжения и сознательно врет или искренне верит в то, что говорит, сказать трудно. Тем временем всех по-прежнему интересует проблема границ. На вопросы журналистов пытается ответить пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но тут же путается и отказывается от дальнейших пояснений. Совет Федерации ратифицирует договоры с ДНР и ЛНР. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает на собрании ко Дню Защитника Отечества и внезапно говорит о возможности страшной войны между славянами. Обращаясь к украинцам, Лукашенко просит их взять голову в руки и принять правильное решение в интересах народов. Уже через 38 минут глава ЛНР Пасечник призывает всех мужчин, способных держать оружие, встать на защиту республики. Еще через 17 минут Владимир Путин направляет в Совет Федерации обращение об использовании вооруженных сил за рубежом. Рабочее время давно закончилось, а завтра официально выходной. Но Совет возобновляет заседание. В предложении президента упоминаются договоры с ЛНР и ДНР, а в обосновании прямо говорится о переброске войск на их территорию, якобы для поддержания мира. Валентина Матвиенко заявляет, что решение нужно, чтобы впредь не допускать обстрелов мирных граждан, что на территории ЛНР окажутся миротворческие войска и документ артифицируют. Путин заявляет журналистам, что минских соглашений больше не существует. Тем же вечером МИД России объявляет об эвакуации посольства и всех консульств из Украины. Объясняют это якобы угрозами в адрес российских дипломатов. В США президент Джо Байден заявляет, что Путин фактически обосновал большое вторжение в Украину. В Украине Зеленский объявляет о призыве резервистов. Украинский Совет Безопасности решает не вводить военное положение, чтобы не провоцировать Москву. Путин возлагает цветы к могиле неизвестного солдата. То же самое делают люди в военной форме. Президента и военных фотографируют журналисты. После этого Путин пропадает из новостного поля до конца дня. Тем временем, по другую сторону российско-украинской границы, Киев полнится слухами о введении чрезвычайного положения. Американская газета Newsweek сообщает, что администрация Байдена проинформировала Зеленского о грядущем вторжении. Россия начнет наступать в следующие 48 часов, в том числе на Киев со стороны Беларуси. Однако это предупреждение уже третье за месяц. Вечером президент Украины и высшее руководство страны встречаются с крупнейшими украинскими бизнесменами. Сначала с бодрой речью выступает министр обороны Алексей Резник. Затем главком Валерий Залужный, уверенный и жесткий, с докладом о подготовке войск. В 4 утра все начнется, шепотом говорят бизнесмены Григорий и Игорь Суркис. Однако после встречи предприниматели просто разряжаются по домам. Тем временем в 23.46 по Москве ТАСС публикует новость. Главы ЛНР и ДНР просят Путина помочь отразить агрессию Киева. 24 февраля 055. У Сергея Лаврова звонит телефон. Обычно Путин не посвящает главу Министерства иностранных дел свои внешнеполитические планы заранее. Но тут, видимо, сделал исключение. Лавров узнает о специальной военной операции раньше остальных. В связи с обращениями глав ЛНР и ДНР к России за военной помощью украинские власти созывают экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Слово берет Зеленский. Это его последнее предвоенное обращение, и почти все оно на русском языке. Президент Украины, в прошлом КВНщик и шоумен, ведущий новогодних огоньков на российском телевидении, обращается к россиянам. Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос, но ответ зависит только от вас, гражданин Российской Федерации. Но все уже решено. К пропускному пункту Меловоя в Луганской области приближаются колонны российских войск. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет телеканалу NBC, что Россия вторгнется в Украину до наступления утра. К сожалению, Россия положила свои силы в последний момент готовности в Украине, в север, в север, в север. Все, кажется, в порядке, чтобы Россия сгибается в большей агрессии против Украины. Начальнику украинских пограничников Лернатовичу звонят из соседнего села Зариновка. Туда вошли восемь вооруженных диверсантов в полной экипировке и открыли огонь. Старший наряда Денис Ткач убит. Его тело, все изрешеченное пулями, позже найдут родные. В 15 километрах от Зариновки погранотряд и полицию поселка Меловое Луганской области обстреливают градом. Пограничники получают приказ отходить. Российские войска входят в Меловое. В 800 километрах к югу российские войска атакуют украинский пограничный пункт Каланчак на разделительной линии с Крымом. Дениса Монастырского, министра внутренних дел Украины, будет телефонный звонок. Звонит глава погранслужбы. Он докладывает, что его подразделения сражаются в трех регионах на северо-востоке. Монастырский кладет трубку и набирает Зеленского. И произносит всего одно слово. Началось. Президент Украины не понимает, что именно началось. Монастырский поясняет. Одновременная атака на нескольких направлениях. Через пять минут Украина закрывает воздушное пространство. Через три минуты российские телеканалы транслируют обращение Владимира Путина. Дорогие друзья, сегодня вновь считаю необходимым вернуться к трагическим событиям, происходящим на Донбассе. Он заявляет о фундаментальных угрозах для России из-за безответственных политиков Запада, которые постоянно расширяют НАТО на восток. За примерами далеко ходить не нужно. Сперва, без всякой санкции Совета Безопасности ООН провели кровопролитную военную операцию против Белграда. Тем временем на срочном заседании Совбеза ООН генеральный секретарь Антонио Гутерриш призывает Путина остановить войска и дать миру шанс. Президент Путин, stop your troops from attacking the Ukraine. Give peace a chance. Too many people have already died. Трансляция речи Путина продолжается и президент России вспоминает военные операции США, особенно вторжение в Ирак. Он заявляет, весь код событий и анализ поступающей информации показывает неотвратимость столкновения России с Украиной и Западом из-за вопроса, чей Крым. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Первая леди Украины, Елена Зеленская, просыпается от взрывов в Киеве. Ее муж уже собирается уходить и на вопрос, что происходит, отвечает все тем же словом – началось. Остальные киевляне тоже просыпаются от взрывов. Украинские чиновники, имеющие доступ к гостайне, бросаются вскрывать конверты с пометкой на случай войны. Их выдали несколькими днями ранее. Один из депутатов позднее вспомнит свое разочарование. В конверте была лишь общая информация, никаких конкретных инструкций. Тем временем в России по Первому каналу, как ни в чем не бывало, идет программа «Доброе утро». Жестковатый. Это пи***. Среди обзора ортопедических подушек вклинивается ведущая экстренного выпуска новостей и заявляет. Это новости на Первом студии Марии Васильевы. Здравствуйте. И сейчас обращение Владимира Путина. Россия проведет специальную военную операцию. От взрывов в Киеве просыпается депутат и диакон Вадим Новинский. Он звонит российскому патриарху Кириллу и сообщает, что началась война. Тот не верит своим ушам. Позднее в этот день глава Русской Православной Церкви напишет обращение. Оно никак не стыкуется с его последующей провоенной риторикой. Тем временем ракеты летят в Новую Каховку и Одессу. От взрывов по всему портовому городу завывают автомобильные сигнализации. В ООН начинается экстренное заседание Совбеза. По принципу ротации сейчас в Совбезе председательствует Россия. И его ведет представитель России Валерий Небензе. Он зачитывает обоснование СВО, заявляя, что так называемая спецоперация – следствие действий украинского режима. Только через час Небензе дает слово представителю Украины Сергею Кислицу. Тот заявляет, что президент России объявил войну Украине и просит Небензе позвонить Лаврову. Кислица требует сделать все, чтобы остановить войну. Тем временем российские ракеты летят по городу Днепру. Небензе просит Кислицу не называть происходящую войну. Подчеркивает, что это специальная военная операция. Кислица опять же требует позвонить Путину и Лаврову, чтобы остановить агрессию. Называет их военными преступниками и резко срывает с себя микрофон. Российские ракеты летят по городу Счастье в Луганской области. Через пять минут российские войска входят на территорию Украины со страны Белоруссии через пограничный переход Три сестры. Рядом монумент в честь дружбы белорусского, русского и украинского народов. Земля сотрясается от многочисленных взрывов падающих российских ракет в Харькове. В городе, в 30 километрах от российской границы, куда еще недавно спокойно ездили белгородцы и даже ходила электричка. Сейчас они невооруженным глазом наблюдают взрывы. Через полтора года спецоперации жители Белгорода переживут подобное сами. Российские войска входят в Украину со страны Крыма. Экс-губернатор Херсонской области Андрей Гордеев возмущен. Какого-то хера, говорит, за неделю до этого разминировали весь Перешеек. Почти 8 утра. Вторжение продолжается несколько часов. Минобороны России, наконец, сделает первое заявление. Тверждает, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает, что из строя выводится только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиации украинской армии. Все это поражается исключительно высокоточным оружием. Тем временем, в оглушенном от взрыва в Киеве Владимир Зеленский записывает видео, в котором заявляет «Введено военное положение, армия, весь сектор безопасности и обороны работают». На западе Украины объявляется воздушная тревога. Жители просят отключить свет, газ и погасить огонь в печах по возможности оставаться дома. В Харькове люди прячутся от бомб в метро. Те, кто дома, готовят рюкзаки с документами и вещами первой необходимости, чтобы в любой момент сорваться и спуститься в ближайший подвал. Украинцы сообщают о горящих аэропортах в Ивано-Франковске и Чернобаевке, о пожаре в пятиэтажке в городе Чугуеве Харьковской области. На территорию Украины с разных сторон залетают российские вертолеты. В эфире Первого канала военный эксперт Вячеслав Шурыгин называет удары по Украине гуманными. «В чем смысл этого первого большого вот этого удара? Как ни странно, как это не цинично звучит, но он гуманный, потому что он позволяет не устраивать большую бойню всем вокруг, понимаешь? То есть обездвиживая, ты тем самым сохраняешь жизнь». А депутат Верховной Рады от пророссийской оппозиционной платформы говорит, что это не война, а освобождение, и требует от Зеленского уйти в отставку. «Но сегодня это не война, а это освобождение. Я так считаю». В Украине находят тела первых погибших. Главред Раши Туда и Маргарита Симоньян публикуют в Твиттере первое издевательское сообщение. Это, говорит, стандартная репетиция парада. Просто в этом году решили парад проводить в Киеве. Недалеко от границы, в районе Мариупольского аэропорта, разбомблена часть ПВО. В воинской части пожар слышны взрывы боеприпасов. Мариупольцы начинают покидать город. «Разбили, разграбили! Своё жильё должны покидать! Что это такое?» Очередная ракета прилетает на склад одного из предприятий в Одессе. Пострадавших нет. Иначе дело обстоит в Углидаре. Там, по данным правозащитной организации Human Rights Watch, кассетный боеприпас попал в больницу. Погибли по меньшей мере два мирных жителей. Полдень. На окраинах Харькова идёт интенсивный стрелковый бой. Жители Херсонщины покидают дома. Новость. В результате взрыва погиб ребёнок. Владимир Зеленский объявляет, оружие раздадут всем гражданским, готовым воевать. Президент Беларуси Лукашенко, пропустивший утром российские войска на территорию Украины, предлагает и Минск в качестве площадки для мирных переговоров. Президент Беларуси заявляет, Россия согласится на переговоры, если будут представлены конкретные решения. По его словам, эти решения будут более строгие по отношению к Украине, потому что победитель что-то продиктует. Но, кажется, Лукашенко поспешил с объявлением победителя. Ещё не совсем понятно, идёт ли так называемая спецоперация по плану, но Роскомнадзор постраховывается и уже вводит военную цензуру. СМИ обязуют распространять информацию только из официальных источников, грозят пятимиллионными штрафами и немедленной блокировкой материалов. Российские военные поднимают флаг России над Каховской ГЭС. В Гастомеле ВСУ срывают десантирование россиян, вынуждают вертолёты оставаться в воздухе и вести бой. В итоге один из них сбивают прямо с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла». Ближе к вечеру российские бизнесмены собираются на встречу с Путиным. Один из них спрашивает Лаврова, как президент мог спланировать всё это в настолько крошечном кругу, что даже в элите никто ничего не знал. Лавров отвечает, у него три советника – Иван Грозный, Пётр Великий и Екатерина Великая. Сейчас можно сказать уверенно – глава МИДа тогда не шутил. Официальный представитель МИДа Захарова заявляет, что это не начало войны, а её окончание. Тем временем в боях под Херсоном и Мариуполем продолжают гибнуть военные и мирные жители, куда обстрел попадает Донецк. Российские военные встречают в Гастомеле журналисты СНН и заявляют, что теперь город контролируют они. Россияне не согласны с начавшейся спецоперацией, публикуют чёрные квадраты в соцсетях. Пишут «Нет войне». Некоторые решаются выйти с протестом на улицу, но полиция наготове и быстро задерживает протестующих. Стихийные акции продолжаются по всей стране до позднего вечера. На следующее утро станет известно, что по всей России задержали более трёх тысяч человек. Те, кто не решается выйти на улицу, лихорадочно листают ленту новостей. В русском языке вновь закрепляется некогда забытое слово – «Думскроллин». Валентина Матвиенко выступает с осуждением противников войны, обвиняя их в эгоизме. Мол, они только и думают о каких-то своих 7-минутных проблемах, а не о том, что кто-то может покуситься на суверенитет такой большой страны и такой важный на мировой арене. И добавляет, в той обстановке, которая сложилась, по-другому, к сожалению, обеспечить безопасность России невозможно. Бои ожесточаются. В городе Ахтырка Сумской области идёт интенсивный стрелковый бой. Местные жители рассказывают, что стреляют прямо по окну. На дорогах стоят расстрелянные и окровавленные машины. Горят дома. Российские танки прорываются с Антоновского моста на западный берег Днепра в пригород Херсона. Под российский контроль переходит генический район Херсонской области. Под Суммами горят несколько подбитых российских танков. Остальные заходят в город. Зеленский звонит президенту Франции Эммануэлю Макрону и сообщает, что бои идут в Киеве и по всей Украине. Макрон делает вывод – это полномасштабная война. Президент Франции в замешательстве. Зеленский просит Макрона поговорить с Путиным и предлагает создать антивоенную коалицию с другими европейскими странами и США. Зеленский уверен – если лидеры западных стран скажут Путину, чтобы он остановился, то тот остановится. А пока в Украину продолжают заходить колонны боевой техники с метками «З» и «В». Эти латинские буквы, которые были просто тактическим обозначением, станут символом российской агрессии. Российские военные занимают Чернобыльскую атомную электростанцию. Владимир Зеленский выходит к журналистам в футболке цвета хаки. Он анонсирует крупнейший в мировой истории пакет санкций. И это только начало. Чтобы остановить проход российских войск, украинские военные взрывают дамбу на Печенежском водохранилище в Харьковской области. На северо-востоке Харькова от взрывов трясутся стены жилых домов. Чтобы хоть немного замедлить российское наступление, ВСУ взрывают мост через реку Оскол. С наступлением темноты начинаются активные боевые действия в Сумах. Перестрелка прямо в жилом квартале. К этому времени в Киеве гражданским раздали уже 10 тысяч автоматов. Россия защитные часы высокоточным оружием вывела из строя украинскую военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию. При этом никаких ударов по городам и гражданским объектам. Российские пропагандисты подводят итоги первого дня войны, которую они называют спецоперацией. Симоньян, которая весь день писала в твиттер с айфона, сообщает, что как жила легко без айфона, так проживет и без Парижа. Даже если будет изоляция, это тоже не проблема. Это проблема для горстки людей, которые думают холодильником, а не сердцем. Сотни людей ночуют в Киевском и Харьковском метро. Кто-то пришел с базовыми продуктами и водой, другие принесли одеяло и подушки. Те, кому удалось оторваться от ленты новостей и заснуть под беспрерывные взрывы, спят головой на рюкзаке или соседи. Зеленский объявляет всеобщую мобилизацию. Позднее он сообщает, все украинские пограничники с острова Змеиный, которые отклонили требования сдаться словами «русский военный корабль, иди нахуй». Так вот, Зеленский сообщает, что все они погибли. Через несколько месяцев ВСУ отобьют остров Змеиный. Это станет одним из самых воодушевляющих событий этой войны. Ну а пограничники окажутся в плену. Над Киевом без умолку работает ПВО. Киевляне, оставшиеся дома, наблюдают из-за окон многочисленные вспышки в небе. Жителю района Позняки удается заснять взрыв самолета. Обломки падают на жилой дом. Начинается сильный пожар. На российском телевидении украинцев пытаются убедить, что им надо лишь немного потерпеть. Если чего-то боитесь, пожалуйста, есть там подвалы, посидите, подождите, скоро все закончится. Не мешайте России вам помогать. Но украинцам явно не до просмотра российского телевидения. Те, кто могут, массово покидают дома, покидают ввергнутую в кровавый хаос страну. Первые украинские беженцы начинают прибывать в польский город Пшемысль. На другом конце Украины начинается битва за Мариуполь. Те, кто остался в городе, спускаются в подвал. Я не хочу, чтобы я умирала. Хочу, чтобы быстрее это все закончилось. Шел лишь второй день войны. Сегодня ее 730-й день. Ровно два года назад Россия начала так называемую спецоперацию. Настоящую полномасштабную войну против Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова